что касается новых открытий в метеоритике и каких-то проблем ставящиеся перед ней и ну и просто интересного что происходит в мире на самом деле метеоритика достаточно живая наука она постоянно движется вперед не сказать что там семимильными шагами но тем не менее все как каждый раз что-то новое происходит появляются какие-то новые данные новые сведения появляются какие-то вещи впервые открытые появляются новые типы метеоритов и все это потихонечку потихонечку перерабатывается то есть если там предположим 50-60-х годах прошлого века существовали оливин гиперстеновые оливин бронзитовые хандриты вот сейчас это уже hl хандриты и так далее меняется классификация меняется сам подход меняются некоторые представления основное направление которое возникает в данной науке это скорее подтверждение сделанных уже в свое время гипотез в частности вот мы говорим марс 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 марсианские метеориты и так далее а ведь фактически это наказано совсем недавно только только вот буквально можно сказать даже еще не завершена до конца миссия роверов на марс а это ведь первое фактическое реальное свидетельство того что то что мы предполагали марсианскими метеоритами ими является вот и та же самая ситуация она повторяется во многих областях то есть если луна нам известно давно то марсианские мы подтвердили недавно события буквально последних дней пожалуйста вот вам существовало предположение она довольно серьезно но до сих пор как бы действующее предположение что углистые хондриты и кометное вещество это родственники вот буквально на днях было падение в коста-рике падение углистого хондрита вот который просто-напросто был защищен была засечена точка входа точка погасания скорость угол угол входа и так далее по этим данным рассчитывается орбита причем делается это в общем достаточно давно и достаточно точно так вот данная орбита совпала с орбитой кометы прихвачены юпитера примерно 50 тысяч лет назад что говорит нам о том что можно считать это утверждение это предположение доказано то что кометное вещество это углистый хондрит вот и вещество органическое вещество углистых хондритов это кометное вещество то что могло быть занесено нам кометами процент вот я к вам хочу сказать для техники выводите что в этом состоянии это объясню выводите выводите